Для того, чтобы керчане смогли приобрести к празднику свежие вкусные пасхальные куличи, на Керченском хлебокомбинате с утра до вечера кипит работа. В две смены, не покладая рук, люди трудятся, чтобы на столах горожан на Пасху красовались главные ароматные атрибуты праздника. В этом году планируется испечь 10,5 тонн пасхальных кексов. Сейчас вот наши пасочки, насколько я знаю, вот слышала в магазине, что пользуются спросом. В связи с этим и выросла заявка на тонн, потому что наши паски и вкусные, и красивые, и проверенные по качеству, поэтому надежно. Покупать наши паски – это надежно и качество, и красиво, по-моему, все будут довольны. В магазины, супермаркеты и другие торговые точки города куличи поступили еще во вторник. Однако, по словам начальника производственной лаборатории Керченского хлебокомбината Валентины Синенко, если от магазинов и частных предпринимателей еще будут поступать заказы на изготовление пасхальных кексов, то работать на предприятии будут и в воскресенье. Работаем и днем, и в ночную смену. Где-то вот последние паски будут, в зависимости от заявки, конечно, с субботы на воскресенье в ночь будут отпекаться последние пасочки уже. Но если будут заявки на воскресенье, мы и в воскресенье можем делать паски, в зависимости от потребностей покупателей. Какое количество муки ушло на изготовление пасов? Ну вообще, если по плану сделать 10 тонн, то это где-то больше полтонны муки, а остальное количество сырье составляет, там же сахар много, маргарин и наполняющие, вот и посыпки, ванилин, лимонная кислота. Но основное сырье, конечно, мука, это более полтонны где-то. В этом году керчане смогут найти на прилавках магазинов пасхальные куличи четырех разновидностей. Радость, сдобушка, воскресный и шоколадный с корицей. Как говорится, на любой вкус. Цены на кексы сегодня колеблятся от 7,8 до 20-30 гривен. Юлия Котлер, Евгений Пухкало, Новости дня.